Какой был компромиссный вариант, на который готовы пройти правительство в разрешении этой ситуации? Первый, который устроил одну и другую сторону, это мы готовы были всех тех, которые в разных тюрьмах сидели, бывшие участники нападения на Ингушетии, обменять их на детей. Это без вопроса сразу было. А был бы предложен коридор? Коридор, чтобы они ушли? Конечно. Я абсолютно в этом не сонимаюсь. Пускай уходит. Мы ее найдем потом. Это весь микрофон, мы записываем. Работа, которая проводилась, уточнялись списки тех, кто может находиться в заложниках. И на этот час в этих списках 354. Как может быть первый пустября 300 детей в школе, если это первый день учебного года? И самая большая школа района. Как может там быть 300 человек-заложников? К сожалению, на эту часть мы не можем сказать, что четко сфотографировано. Третий день. Уже было понятно, что если не они нас начнут просто расстреливать, потому что мы уже были неуправляемыми, то начнется массовое, или начнется массовое сумасшествие, потому что оно уже в глазах было у женщин. Крики детей, плач детей, которые просят воду, которые кричат, которых уже невозможно остановить. Они вначале запугивали выстрелами, детей пытались успокоить, дети успокаивались. Потом зал стал неуправляемым. И вот через какое-то время, знаете, вот этот гул нарастал, вот этот наш, вот все время, вот платье, вот эти разговоры. И что я заметила, даже террористы перестали стрелять. На третьи сутки, да, вот какой-то момент, даже они уже не стреляли. А этот гул стоял, ужас. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Как она там появилась, кто их туда пропустил И вообще, почему их оттуда не убрали, почему их не разрушили It's one o'clock Bestland's people are listening to the news ...с захватчиками школы о доставке еды, воды и медикаментов для заложников Всю ночь со стороны школы стреляли из автоматов и гранатометов Утверждает корреспондент газеты «Коммерсант» Заур Фарниев Мы связались с ним по телефону Заур, здравствуйте, что в эти минуты происходит близ школы? Выбирай на тему ...вот вы видите? Это такое, что пробелья разбеждаешь от мировоз turns Играет музыка ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Глаза открыла, ничего не слышу, везде туман, я ни криков, ни плачу, ничего не слышала, видимо, оглушена была. Взрыв, во-первых, и во-вторых, мне уши заложило, потом на меня посыпался песок, и я открываю глаза и смотрю, на мне что-то легкое, или потолок, или что-то, я не знаю, но он был очень легкий, я его с легкостью откинула. И знаете, на нас что-то стало капать, у нас, вот знаете, вот что-то, вот у нас кожа стала, вот тело стало гореть, понимаете, я даже не знаю, потом нам сказали, что это пластика была, она вот стала течь, а мы же открытые. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Если официально не штурмать, то кто? Они стреляли, настреляли ополченцы, а их там было очень много. Они вплотную подошли к школе, начали, те начали стрелять. Из самолета вышел, меня встретили, я иду, и раздаются один хлопок, потом взрыв, и потом началась стрельба. Я говорю, емко, да неужели штурм начали, ведь президент же запретил штурмовать. Теперь армия была полностью включена в атаку. Реакция террористов предоставляет, что первая бомба была случайно. Но исследователи верили, что вторая была осуществлена. Первый взрыв произошел вот здесь. Почему вы думаете, что второй взрыв произошел? Даже если первый взрыв был произведен из-за неправильного обращения с ключом, то второй взрыв, они уже целенаправленно хотели уничтожить всех. Значит, стрельба не как бы все. Привет, Путин, Аллах и Барни. Я поняла, что Верочка уже мертва. У нее осколок вошел сзади, видимо, в голову, потому что нигде никаких повреждений не было. А из глазок выступили слезы красные, кровавые слезки. Она стала меняться уже в цвете. Паника началась, и все начали выбегать через окна, потому что их выбило. И вот пока дым был, они, наверное, не знали, в кого стрелять, они пока перестрелку не вели в самом зале. Вот, и пока дым был, первые три минуты, вот, мы и начали выбегать. И самое главное, вот, уйти от этого места. Могу сказать, что в этот момент я даже, знаете, забыла о своей девочке, о Кристине. Вот я чувствовала, что вот эти девочки где-то рядом, потому что мы вместе были. Вот это я почувствовала, что они были рядом. А вот девочку свою я даже не видела. Она потом рассказывала, что она бежала за мной. Стоять, стоять, стоять! Стоять, стоять! Один пищит в актовый зал, другой говорит, какой актовый зал, быстро все встали. И когда только немножечко попили, опять забежала от отходов и говорит, быстро все выходите, ставьте детей на окна. У меня от рода малышей, мои две дочки, зять. Уже везут и везут. Секунем. Ну, я попыталась поднять Бориса. Не могу, рука вот эта повреждена была у меня, браво. Положила Боречку. Сказала ему, говорю, подожди, сынок, я вернусь. Девочек выведу отсюда и вернусь. Я была босая, потому что ходить там нельзя было. Люди же кругом. Как можно было бы и по людям? Я вернулась, опять стала их просить. Ну, тогда я получила все слова с богатого русского языка, удар в спину и обещание, что меня пристрелят. Я поняла, что сына я уже не вынесу оттуда. Я весьма вернусь. Редактор субтитров А.Кулакова